Всем привет! Настало время стори таймов, потому что их очень давно не было. Но еще недавно произошла одна ситуация, благодаря которой я вспомнила всю эту историю. Но сначала, пейнт. Сегодня это Джинкс из Лиги Легенд. Просто самый-самый мой любимый персонаж из этой игры. Я обожаю ее историю, ее внешность, и с момента ее выхода я просто молилась на создателей, чтобы они сделали с ней ну хоть что-то. И вот я дожила. В том году на десятилетие игры они заанонсили сериал про нее и про других персонажей. В общем, сериал выйдет осенью, я прям жду-жду и радуюсь. Но без лишних подробностей все-таки сегодня речь не про нее. Мы просто пойдем дальше к тематике ролика. Ладно, история просто на самом деле сложная для меня. И как по мне весьма криповая, я не уверена. В свое время у меня была очень странная фанатка. Но самое смешное для меня это то, что произошло. Это не сейчас, а когда у меня не было аудитории. Я была не популярной от слова совсем. Я вообще не понимаю, как все это произошло. Я бы не сильно удивилась, если бы это произошло с ростом моей аудитории. Например, сейчас или около того. Но тогда это было очень странно. У меня было подписчиков 200, наверное, может даже меньше. И я почти не рисовала в паблик. Я тогда только-только решила показать миру своих персонажей. Да, настолько давно это было. Я очень-очень боялась испортить впечатление о них своим скиллом. И долго не решалась запостить. Потому что я не уверена была, как рассказывать их историю. К тому же, а зачем? Подписчиков мало. Кому это вообще интересно? Осы? Блин. Нахрена они кому-то нужны? Я долго не решалась запостить все-таки. Но набралась смелости и по-тихому начала постить в паблик своих осов. Я хотела начать комикс о них. Но я была уверена, что просто никогда его не начну и не сделаю. И решилась на тот момент, конечно же, на крайнюю меру. Я решила написать фанфик. Да, я понимала, что раскрутить его тоже тяжело. Наверное, даже тяжелее, чем комикс. Но мне, в общем-то, было насрать. Я просто очень-очень сильно хотела рассказать хоть кому-то историю. И даже если бы из моей аудитории никто не читал бы, может быть, кто-то из книги фанфиков бы прочитал этот фанфик. Итак, вот тут и началась вся история. Я не была уверена, как правильно описывать поведение персонажей. И поскольку это было еще только начало, я их только создала. Я не совсем все о них знала, как сейчас. И чтобы лучше прописать их, чтобы лучше понять, я решила пойти в поиск королевиков. Я решила, что это отличная идея, попробовать отыграть в рандомных сюжетах своих персонажей. Я бы тогда поняла их лучше и все такое. Я занималась этим некоторое время, отыграла почти всех персонажей, даже мужских, с разными людьми. С мужскими было тяжелее, потому что некоторые люди не хотели играть с девушкой, которая отыгрывает мужского персонажа. Их право. Естественно, те истории вообще никаким боком не связаны с каноном, потому что это просто роллка. Но они мне помогли. Я начала писать фанфик, и через некоторое время в личку ВК прилетело сообщение, типа, вот увидел объявление, давай сыграем. Я скинула ей референс Бриз и ее характер, и она ее узнала. Она спросила, та ли я художница, все такое. Ну я дико офигела прям. Но было очень приятно. Все-то мы его персонажи запомнили, несмотря на то, что я рисую все еще отвратительно. И у меня мало с ней артов, и вообще у меня подписчиков 200. Мы начали роллку. В целом, ничего необычного. Обычный фильм слэш про двух школьниц. По пути обсуждали наши жизни. Ну, в общем-то, знакомились, общались, как обычно, да? Оказалось, что у нее проблемы с родителями. Те довольно жестко ее воспитывают. Она предупредила, что может пропасть из ВК. И так и произошло через пару дней. Вау, удивительно. Ее страница была удалена, левозамороженная, я точно уже не помню. Я немножко погрустила, но типа, что поделать? Она же меня предупредила, и может быть вернется, но она решила найти меня в других соцсетях. А именно, она вспомнила, что я пишу фанфик, и написала мне в сообщение на книге фанфика. Мы продолжили роллевую там, и это продолжалось пару недель. А потом мы поссорились из-за самой игры. Я отыгрывала Брис, и на тот момент она была не совсем таким персонажем, каким является сейчас. Тогда она была более жестким персонажем, особенно в плане общения. И я сразу и с самого начала сказала, что не буду ничего смягчать ради ролевой, так что мы пройдем весь путь страданий и унижений. Шучу, там, конечно, не было ничего серьезного, просто ей хотелось вести любовную линию с ней, а я вот не очень этого хотела. То есть не то, чтобы я не хотела любовной линии, скорее это было слишком быстро для персонажей, и я отказалась ускорять события. Ну, то, чтобы вы понимали, с момента встречи наших персонажей, в кавычках, ну, прошло месяц, ну, кто за месяц влюбляется и начинает спать. Ну, может кто-то, ладно, но точно не мой персонаж. И что же после этого началось? Меня там обосрали и все такое, а когда я решила с ней попрощаться, потому что она явно переборщила, она перешла на самое святое, на арты. В общем, оказалось, что рисую я плохо, и персу меня скучно, неинтересно, говняно, и фанфик тоже говно, и история ни о чем, ну, и прочее, прочее, прочее. Она быстро полетела в бан, абсолютно везде, где я вспомнила, она есть, но ее это не остановило. Еще около месяца она каждый день создавала аккаунты на книге фанфиков, и писала мне то гадости, то извинения. То есть в один день она писала, «Блин, прости, ты все-таки хорошо рисуешь, и персонаж тебе классный». На второй день она писала, что я все-таки говноеда, и все в этом духе. И это продолжалось до тех пор, пока мне это не надоело, я просто не выпилила страницу. Фанфик я просто перенесла на другую страницу, и его все равно мало кто читал. Я сменила ему название, и все. На самом деле для фанфика это пошло на пользу, его там стали больше читать. Но она больше не смогла меня найти, либо просто забыла, что и хорошо. Именно поэтому на книге фанфиков я сижу с аккаунта не под своим ником, чтобы еще один такой шизик не решил мне написать. Хотя недавно пришлось создать новый аккаунт с основным ником, чтобы читать фанфики, которые нам присылает Сперпи. Надеюсь, все будет окей. Ребят, не надо повторять этот путь. Это было не очень приятно, ну то есть логично, что мне это не понравилось. Надеюсь, этот человек забыл обо мне и больше никогда не вспомнит даже после этой истории. В общем, рассказывайте, что вы думаете, встречались ли вам такие экземпляры в жизни. Ставьте лайки, включайте уведомления, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой паблик, институт, твиттер, на наш общий Сперпин канал. Всем хорошего дня и до встречи!